Альмадон, Ливан, иллюзии России в Персидском заливе Бисум Мигдад, Альмадон, Ливан 21 октября 2019 года Во время визита в Саудовскую Аравию президент Путин подарил королю Сальману Бена Абделю Азизу Камчатского кречета из дальневосточного региона России Это событие попало в заголовки российских газет Журналист одного из ведущих российских политических, коммерсант, изданий был занят наблюдением за другой птицей, ожидая начала приема Путина в Саудовском Королевском дворце В своей публикации под названием «Политический кречетатив» автор пишет Несмотря на видимую строгость происходящего, во дворце на самом деле царила удивительная неразбериха Здесь хаотично, не зная, казалось, конечной цели, передвигались принцы, министры, охранники, журналисты Все мешали друг другу В коридорах много курили В общем, не было абсолютной уверенности, что из-за всего этого может выйти какой-нибудь толк Но все, надеюсь, помнили, что визит российского президента в Саудовскую Аравию имеет чрезвычайно историческое значение Мне казалось, только этот момент может спасти происходящее По словам журналиста, сценарии визита следовали весьма стремительно Поскольку двусторонние переговоры с королем продолжались не более 15 минут Прием от его имени длился не более получаса А процесс подписания многочисленных документов, тоже не более четверти часа Тем временем в соседнем зале началась встреча представителей саудовских и российских инвестиционных фондов Которая завершилась так же быстро, как и встреча президента Путина с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом После этого пришло время дарить подарки Подаренный Путиным кречет впечатлил короля И тот дотронулся до его груди, пообещав дать птице особое имя Но та не приняла во внимание серьезность момента и сделала свое дело прямо на мраморный пол Королевского дворца Российская независимая газета также вдохновилась подарком президента О заглаве в статью Путин привез в эрри от птицу высокого полета По сообщению газеты, лидеры двух стран согласились не смешивать политику с экономикой Уточнив также, что российский президент находится в постоянном контакте с руководством Саудовской Аравии Издание напомнило о неоднократных визитах саудовского наследного принца в Москву с 2015 года В том числе о визите короля Сальмана бен Абдель Азиз в 2017 году Путин посетил королевство только один раз в 2007, и по всем ключевым событиям, имевшим место в международной политике в этот 12-летний период, стороны занимали совершенно противоположные позиции Пока Россия поддерживает дружеские отношения с официальными властями Сирии и Ирана, Саудовская Аравия находится в состоянии интенсивного конфликта с ними Газета цитирует ветерана российской арабистики Григория Косача, по мнению которого, не нужно строить иллюзии вокруг нынешнего визита президента России и полагать, что он разрешит противоречия государств по ближневосточным проблемам Еще во время визита короля Салмана в 2017 году Саудовская Аравия дала понять России, что королевство намерено развивать экономические связи с Москвой, не принимая во внимание политические противоречия между сторонами Как отметил эксперт, Эр Риат до сих пор остается верным этой линии и не смешивает политику и экономику, что подтверждает быстрый рост товарооборота между странами Его объем увеличился с примерно с 500 миллионов долларов в 2016 году до 1 миллиарда долларов в 2018 году Сайт международного дискуссионного клуба Валдай цитирует слова старшего консультанта Футури Грауполдингс Марка Карниелоса, который категорически не согласен с мнением российского арабиста На его взгляд, визит является очередным шагом в рамках осторожной политики России по отношению к членам САКПС, цель которой – зарекомендовать себя в качестве надежного и прагматичного потенциального партнера Путин может предложить конкретный механизм для воплощения новой концепции безопасности в Персидском заливе, которую страна представила в июле По мнению Карниелоса, это подразумевает пересмотр некоторых аксиом в политике США, таких как односторонний взгляд на борьбу с терроризмом, нарушение норм международного права, чрезмерное применение силы, двойные стандарты и слепая поддержка Израиля Российская газета «Взгляд без колебаний» согласилась с мнением эксперта В день визита президента она опубликовала статью под названием «Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке» По ее словам, между Саудовской Аравией и Россией никогда не было таких открытых и тесных отношений, которые позволяли бы продвигать совместные геополитические проекты на двустороннем уровне или на уровне всего региона Не случайно в понедельник Путин сказал королю Сальману, что считает российско-саудовскую координацию необходимым элементом обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке Как полагает автор статьи, Путин не удовлетворен ролью посредника между Саудовской Аравией и Ираном, которым посредник не нужен, и напомнил о недавней инициативе России по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе Она предполагает создание региональной организации, куда бы вошли, прежде всего, Эррият и Тегеран, и к которой присоединятся ключевые международные игроки США, Европейский Союз, Россия, Китай, для обсуждения кризисных ситуаций и острых вопросов В действительности это тоже посредничество, но уже на совершенно ином уровне Газета цитирует слова Путина о том, что российская инициатива еще не услышана всеми сторонами, некоторые поддерживают ее, а некоторые считают, что уже слишком поздно Однако сам факт выдвижения Москвы этой идеи очень важен Ведь пока Соединенные Штаты пытаются сократить свое присутствие в регионе на фоне раскола ближневосточных стран и их противопоставления друг другу, Москва делает ставку на построение мостов, поиск промежуточных решений и уважение общих интересов Тем не менее, как сказал российский арабист и востоковед Григорий Касач в интервью на Радио Свобода, предложенная Москвой идея создания системы коллективной безопасности в Персидском заливе, которая бы нивелировала роль США и Запада в обеспечении региональной безопасности, является всего лишь российской иллюзией и будет отвергнута саудовцами Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ